Девушки отдыхают В несколько необычном, хотя и привычном составе Необычном, потому что вот здесь, за этим столом, в этом павильоне Сидят люди, с которыми вы встречаетесь ежедневно на экране Но сегодня я хочу их представить в качестве руководителей новых структурных подразделений Будем так говорить, севастопольского телевидения Вероятно, вы обратили внимание, что несколько изменился характер наших передач Структура этих передач Связано это с тем, что мы перешли на новую форму работы Ну так будем говорить, работу командами Мы их называем официально творческие бригады или студии Мы ликвидировали отдельные редакции То есть редакцию, допустим, информации, редакцию публицистических передач И образовали команды Что такое команда? Это группа журналистов, телеоператоров, монтажеров и так далее Всех специалистов, необходимых для того, чтобы делать программу, делать телетовар, так будем говорить Заступает команда в понедельник и ведет эфир до конца недели То есть это, будем говорить, недельные команды Вот здесь у нас сидят представители всех трех команд Два руководителя бригад И представитель команды, чей руководитель сейчас находится уже в Санкт-Петербурге Поехала на учебу Она учится в Институте кинематографии, кино и театра, точнее, Ирина Новикова Вероятно, вы уже все ее знаете хорошо Она возглавляет команду 12+, и одним из самых активных ее помощников является Вот сидящая рядом со мной Лариса Раевская Я думаю, она и расскажет об этой команде, об этой студии Название которой я уже вам сообщил 12+, почему 12+, почему плюс и почему 12 Я уж прошу, Лариса, расскажи сама, пожалуйста В начале, когда нам предложили такую систему, она вообще-то нам очень понравилась Мы создали свою команду из тех людей, кто с кем бы хотел работать То есть, какой монтажер хочет с каким руководителем, какой руководитель с каким оператором и так далее Когда мы уже наконец собрались, посчитались, как в мультике Вот, и вышло, что у нас как раз 12 человек, то есть 12 штатных человек Это корреспонденты, два оператора, два монтажера, звук, ну и так далее Стали обдумывать названия Первое нам пришло в голову чертова дюжина Вот, но потом подумали, что слово черт, это немножко будет некрасиво звучать Да, я помешал вам, я человек суеверный, черт, нехорошо Вы знаете, мы сами так подумали, решили, что действительно будет просто некрасиво И в районе дюжины мы все-таки остановились, нас было 12 И тут к нам подошли внештатники Стали предлагать какие-то свои идеи, мы подумали Ну, в принципе, внештатники это тоже очень большие активные помощники нам в работе, безусловно Да, и в вашей бригаде особенно, да Это наши плюсы И вдруг так спонтанно создалось название 12 нас и плюс все наши внештатники То есть 12 и плюс, 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 плюс Много наших плюсов, которые вы видите в заставке в нашу неделю на экране Понятно, Ларис, ну теперь давай так Расскажи, пожалуйста, что же ваша бригада вообще затевает Какой характер Потому что ведь все здесь присутствующие, все три бригады Это, в общем-то, очень разные творческие коллективы Совершенно разные Я думаю, что зритель это уже почувствовал Каждый имеет свое лицо, каждый имеет какую-то свою интонацию Даже, я уже не говорю просто о своей любимой тематике Так вот, все-таки 12 плюс Ну так, честно говоря, вы тяготеете больше, ну что, наверное, к культуре, к искусству Вы знаете, у нас так получилось, что вот Ирина замечательный режиссер Марина Сидорец, наш третий корреспондент Она отличная информационщица А я со своими спортивными передачами Тут бы тоже как-то подстыковалась И у нас получилась культурно-информационно-спортивная команда То есть физкультура тоже культура Конечно Ну, прекрасно Очень культурная команда То есть я пыталась внести какое-то что-то побольше спорта Вчера и позавчера вот как раз прошли две большие программы Которые отсняли крупные, спортивные За, в общем-то, время работы СТВ Это впервые, это ПТСы делались на такие крупные спортивные мероприятия Ирина в основном, как режиссер, замечательные свои работы представила Которые тоже уже наши уважаемые телезрители видели Ну, а Марина у нас в основном вед по информационкам Понятно Я, кстати, должен сказать телезрителям Спасибо вам Многие из вас звонили И как-то очень тепло говорили о новом спортивном комментаторе Но не новом, конечно, это шутка Новом в совершенно неожиданном для женщины виде спорта Вот Лариса комментировала соревнования по боксу По киксбоксу Или как точно назвать Кикбоксинг и культуризм Ну, в общем, для женщины это несколько неожиданная сфера применения ее способностей комментаторских Но так, судя по вашим отзывам, она справилась достойно с этим Так что я поздравляю тебя Спасибо большое Конечно, было вообще-то немножко не по себе Страшновато брать на себя такую ответственность Но больше было некому Я, кажется, все это затеяла Я это и кинула до конца Не знаю, как я справилась Но если вы говорите, что зрителям понравилось То спасибо большое И все-таки в двух словах Вот ваша следующая неделя в эфире будет уже через две недели, я так понимаю Через две Что у вас там есть в запасе? Вы можете открыть ваши тайны? Ну, вообще-то это хотелось бы, чтобы был сюрпризом наши материалы Я не буду говорить конкретно, что увидят наши телезрители через две недели Но я могу сказать, что это будут и театральные представления Это будут и спортивные обязательно мероприятия Это будут и крупные материалы о политических проблемах нашего времени Социально-экономические В общем-то диапазон широк и различен Да, ну, в общем-то, хорошо так вот Все сказал и ничего не сказал Это научилось у наших говорунов Из дальних радиостанций А как же? Из телевизионных станций Ну, хорошо Ладно Владимир Иларионов, я думаю, знаком вам всем Ну, так смешно говорить, ветеран телевидения Он, видите, молодой, как и все наши здесь мои молодые коллеги К счастью, молодые Ну, Володя ведь у нас не просто представляет команду Не просто очень уже опытный ведущий А теперь и руководитель бригады Руководитель команды, которая выбрала себе название «Спектр» Он у нас представляет наше телевидение в органах власти Он депутат Горсовета, депутат Верховного Совета Крыма И это, видимо, сказывается и на его особых пристрастиях Так я понимаю? Ну, если говорить о пристрастиях, то... Их много, да? Их слишком много Но я считаю, что журналист не должен иметь пристрастия Журналист должен быть беспристрастным Отсюда и наше название «Спектр» То есть мы пытаемся показать всю ту гамму мнений, политических взглядов И интересы любых групп для нас не безразличны Мы отражаем интересы, стараемся как можно более широкого спектра, широкого круга лиц и организаций Понятно. Ну и тем не менее, вот судя по подбору твоей команды, Володенька Потому что вот здесь команда, будем говорить честно, откровенно, в основном женская, эфирная команда У Володи команда мужская Там есть Яна Васьковская, но в основном это крепкие мужики, спортивные, могучие Я полагаю, что это сказывается У Володи пристрастия есть Ну, пристрастия не журналистские, не политические Пристрастия жизненные Он у нас скалолаз, он спортсмен, он тяготеет вот к такой жизненной стезе А отсюда, наверное, его любовь и к экологии Вольно-невольно все равно и команда, наверное, заражена вот этими твоими любовями Да, безусловно, мы такую избитую истину, что в здоровом теле здоровый дух Ее не отбросили И, допустим, спортивные репортажи присутствовали и будут присутствовать во всех дальнейших наших передачах Здесь мы будем конкурировать с двумя другими бригадами Мы будем делать и выездные съемки и на стадионах, и на каких-то больших спортивных праздничных мероприятиях Но, само собой, ни в коем разе мы не можем лишить севастопольцев информации оперативной О тех спортивных мероприятиях, которые проходят в ту неделю, когда мы работаем То есть это не может быть прерогативой одной какой-то студии А две остальные недели севастопольцы про спорт ничего не знают Так у нас на ближайшую неделю готовится большой масштабный такой материал О специалистах рукопашного боя морских пехотец Я думаю, что материалы можно анонсировать Нам сюрпризы делать севастопольцам пока вроде ни к чему Значит, скорее всего, где-то во второй половине следующей недели у нас выйдет вот такая передача То есть любители рукопашного боя смогут посмотреть соревнования, показательные выступления, которые проходили во второй гимназии Ну, будем считать, что анонс уже состоялся Остальное вы узнаете из сообщений диктора Но по поводу спорта я вот так чувствую, что в принципе все бригады очень тяготеют к спорту Когда вы заговорили о том, что стадион, я так почувствовал, что справа от меня Кирилл уже зашевелился Потому что он большой любитель футбола Вот, и много делает футбольных обозрений Просто о футболистах и о футболе Это что, вы будете так активно соперничать или все-таки будете делать, может быть, совместные передачи с бригадой Лариона Но я хочу вам представить руководителя тоже команды, которая носит название «Резонанс» Помните, у нее такой очень любопытный штамп «Резонанс» Ну, что касается футбола, я думаю, у меня нет нужды соперничать ни с кем из моих уважаемых коллег Футбол будет присутствовать во всех наших материалах, репортажах Но так как я его очень люблю, то могу вас заверить, любители футбола из города Севастополя Во время моей эфирной недели вы увидите много футбола, настолько много, что он даже, может быть, вам и надоест Не, ну будем надеяться, что этого не случится Ну, на то есть очень уважаемый мной Борис Михаласевский Который не даст возможности произойти такого перебора Узурпатором не буду, но, тем не менее, искусство — это чувство меры Вы согласны? Полностью согласны Конечно, полностью согласны Так, ну теперь, без шуток Что ваша бригада, вообще-то сказать, считает для себя прерогативой? Что считает какой-то определенной, ну, сквозной задачей? Ну, в общем-то, как принято полагать, в самом названии нашей студии должно, по идее, заключаться и какое-то глубинное наше течение Ну, что такое резонанс, это, так сказать, можно трактовать по-всякому Это могут быть и эхо в горах, это могут быть и круги по воде, в общем-то, и все, что угодно Но это реакция чего-либо на какое-то совершенное действие Говоря более конкретно, мы ставим своей задачей по возможности чутко откликаться на каждое событие, каждый маломальский значимый факт, происшедший в нашем городе Севастополе Вот, поэтому мы, если так можно выразиться, группа быстрого реагирования Понятно Ну, вот, я так понимаю, у телезрителей создалось впечатление, что у нас, в общем-то, так сказать, СТВ-спортивная сплошная редакция Ну, понятно, это не совсем и далеко не так Просто у нас действительно, к счастью, работают, вот, как я уже сказал, молодые ребята И, слава Богу, у них в здоровом теле здоровый дух Конечно, у нас сейчас появилось много новых рубрик, и, наверное, еще появится Мы затеваем целый цикл передач, посвященных трехсотлетию российского флота Потомству в пример У нас появилась новая экономическая передача «Хозяин», которая рассказывает о хозяевах, о собственниках Об этой, к сожалению, редкой, редчайшей даже на сегодняшний день породе людей, которые своим трудом создают богатство страны и свое богатство Ну, в общем, можно много говорить о новых рубриках Но я думаю, что лучше всего об этом сами скажут ребята, что у нас есть в запасе Ну, здесь, скорее, даже не в запасе, а перспективы работы Конечно, Севастополь является узловым городом не только в вопросах Черноморского флота, взаимоотношения Украины и России Пристальное внимание всего мира к городу И наши материалы, которые мы снимали или будем снимать Они наверняка будут представлять интерес не только для севастопольцев Но на сегодняшний день мы знаем, что материалы, которые севастопольская студия выдавала в эфир С успехом переписывались с эфира и их давали в повторах многие студии мира В том числе и в Соединенных Штатах, и на Ближнем Востоке, и в Европе, и во всех практически странах СНГ Значит, мы будем продолжать работу с любыми общественными организациями По мере возможности предоставлять им слово Рассказывать севастопольцам и крымчанам о тех политических глядах, которые отстаивают эти партии или общественные организации Безусловно, будем продолжать больной для Севастополя вопрос с водой, с водоснабжением, обеспечением воды Экологические вестники наши будут выходить регулярно Так что мы заранее предупреждаем руководителей экологически неблагополучных предприятий Ждите нас в гости, не запирайте перед нами ворота А лучше даже присылайте приглашения Мы с удовольствием откликаемся на приглашение отснять материал на вашем предприятии и рассказать о ваших проблемах И безусловно, музыкальная и театральная жизнь города будет по мере возможности отражаться Если, конечно, нам не будут чинить препятствия в этом некоторые, скажем так, руководители Недальновидные Да Понятно Ну а, что можно сказать, студия 12+, нам посчастливилось, в частности, мне и оператору Игорю Михальчуку Попасть на плановые учебные стрельбы Черноморского флота Как нам сообщили, это было телевидение допущено туда впервые На учение На учение, именно, да, со стрельбами В открытом море В открытом море Поиском обнаружения подводной лодки Ну, приятно осознавать, что все-таки допущено впервые было Севастопольское телевидение Да В этом есть логика И мы, естественно, благодарим командование Черноморского флота за такую предоставленную возможность Вот, у нас мы отсмотрели материал уже, недавно вернулись Ходили корабли СКР Отсмотрели материал, получили замечательные достаточно съемки Оператор в этом плане, надо сказать, отметить его, молодец И мы сейчас смонтируем этот материал И в ближайшее время вы сможете увидеть, чем же занимаются наши военные моряки На своей боевой подготовке в море Ну что ж, будем ждать Ну что, Кирилл? Ну, что я могу сказать Со своей стороны Я постараюсь отразить ту сторону жизни Которую мы часто либо не замечаем Либо она нас касается очень и очень близко Я говорю о буднях нашей милиции городской И ни для кого не секрет, что криминогенная обстановка за последние годы возрастает прямо-таки, в общем-то, в геометрической прогрессии Это отзывается очень больно на всех нас Поэтому мы со своей стороны будем стараться вести канал Криминал В котором постараемся отразить и оперативные сводки И повседневную тяжелую работу служб милицейских Самого различного уровня и ранга Ну, в общем-то, держать вас в курсе Кстати, Борис Михайлович, вы говорили о рубрике «Хозяин» И в данном случае я хочу обратиться как раз к хозяевам Надеюсь, что их в городе у нас будет все больше и больше Людей деловых, бизнесменов Заинтересованных в том, чтобы Крым и Севастополь Наконец-то поднялся до того высокого и недостижимого уровня жизни Который мы имеем возможность наблюдать в видеофильмах западного производства В программах СТВ, да? В программах СТВ, конечно, тоже Так вот, мы готовы по мере своих сил на достаточно высоком уровне Я думаю, ко мне присоединятся все остальные руководители групп Делать вам рекламу В любой форме, в любом виде Таком, в каком вы закажете, либо пожелаете Так что мы очень ждем Обращайтесь к нам, мы будем очень рады Мы делаем достаточно высококвалифицированную Очень приятно себя хвалить, правда Рекламу, которую с удовольствием берут на других студиях И Украины, и за ее пределами Поэтому имейте в виду, господа предприниматели Что у вас есть возможность, заказав рекламу севастопольскому телевидению Рассказать о себе или о своих товарах, о своей продукции Или просто о своей фирме Рассказать на всю страну Я еще раз благодарю вас за внимание Я надеюсь, что вы теперь более пристально И более дифференцированно будете наблюдать за работой Нашей севастопольской телерадиокомпании А вот присутствующих здесь представителей разных бригад Будете отмечать особо и в своем сердце, и в своей памяти Всего вам доброго, до встречи В бой вступает в новую неделю Эфирную, как мы говорим Вступает бригада Кирилла Сомова Бригада Резонанс Бригада Резонанс